Какой стартовый коктавал для тебя будет удобно? Наверное, тысяч 25-30. Чем больше, тем лучше? Ну, примерно. Примерно, но где-то около 50. Вот 50 и выше. По информации о том, насколько дороги квартиры, то есть продукты, в принципе, это средняя стоимость всего. Это приемлемые суммы для студентов. На ежегодную ярмарку вакансий молодежь пришла скорее любопытство ради парня и девушки. Рассматривали стенды, общались с представителями предприятий. 250 компаний на одной площадке, 5000 вакансий, от них против полутора тысяч пришедших на ярмарку. Специалисты Краевого управления по труду и занятости подчеркивают, что размер зарплаты – понятие растяжимое. Заработная плата, которую предлагают работодатели, она существенно варьируется. И прежде всего зависит от требований к соискателю, к его уровню образования, стажу, предлагаемым условиям труда. По одной и той же профессии заработная плата может существенно отличаться. Например, по профессии токаря, электрогазосварщика заработная плата предлагается до 90 тысяч рублей. Работодатели по профессии швея предлагают от 20 до 65 тысяч рублей на сегодняшний день. Упор на рабочие профессии неспроста. По данным ведомства, дефицит именно этой категории сейчас наиболее ощутим. Требуются агрономы, инженеры, кассиры, электромонтеры, сварщики и трактористы. Этих вакансий только на ярмарке больше 150. Работодатели признаются, что современные соискатели хотят все и сразу. Работать меньше, получать больше. Не все компании могут это предложить. Но взамен готовы предоставить свои плюшки. Например, упаковщик с зарплатой 30 тысяч и с дополнительными бонусами. Бесплатное питание столовой за счет организации. У нас на территории завода столовая. Плюс еще мы оплачиваем прохождение санитарной медицинской книжки. То есть здесь не надо вам за это оплачивать, что-то ждать. Мы направляем, выписываем направление. Плюс еще различные социальные льготы. Отпуск, как положен. Доплаты все. Такая тенденция отмечается с прошлого года. В среднем на 8 соискателей приходится 10 вакансий. Еще одна тенденция последнего года – рост востребованности пожилых специалистов. Если раньше их провожали на пенсию, сейчас задерживают или набирают новых специалистов 50+. Работодатели и в этом находят свои плюсы. Готовы идти им навстречу, давать гибкий график работы, лишь бы все-таки получить эти рабочие руки. Поэтому тут абсолютно нормальная ситуация. К тому же вот эти люди в возрасте, как опытные работники, они могут непосредственно быть задействованы на производстве не как те же станочники, а как наставники для вновь принятых. На учете службе занятости больше 12 тысяч безработных, а работодателям требуется 19 тысяч сотрудников. И каждое предприятие старается завлечь к себе индивидуально. По статистике управления по труду на ярмарке вакансий каждый четвертый находит свою работу. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.